Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Квартирный вопрос – ипотечный ответ. 6% годовых на покупку жилья. Заместители мэра Анапы отчитались о работе за 2013 год. Все профессии важны. В Центре культуры Родина прошла ярмарка учебных мест. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. 6% годовых по ипотечному кредиту. Участником народной ипотеки может стать любой гражданин, не имеющий собственного жилья или имеющий не более одного объекта недвижимости. Тысячи кубанцев уже воспользовались программой накопительной ипотеки. Число желающих улучшить жилищные условия с помощью государства только растет. Вадим Родин выяснил, как стать участником программы. Уникальность программы в том, что впервые создан механизм приобретения жилья под 6% годовых. Раньше о таких ставках можно было только мечтать. Программа не зависит от инфляции и дает возможность приобрести жилье значительно дешевле за счет того, что процент ниже действующих ставок ипотечных кредитов. Для того, чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в Сбербанк, открыть вклад-счет в Сбербанке. И после чего предоставить в Кубанский Центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка копию паспорта. Оригинал и копию. Для этого достаточно. Все документы сейчас в настоящий момент в электронном виде по базе у нас подтягиваются. Поэтому никакие документы дополнительно заказывать не нужно. По условиям программы претенденты должны вносить каждый месяц минимум 3 тысячи рублей. То есть максимальная сумма не ограничена. Максимальная сумма, на которую начисляется субсидия, это 10 тысяч рублей. То есть минимум 3 тысячи рублей, максимальная сумма не ограничена. Поэтому каждый месяц сами претенденты регулируют ту сумму, которую могут класть себе на счет. Вклады по программе народной ипотеки открыли тысячи жителей Краснодарского края. Всем им предоставлен ипотечный кредит под 6% годовых. К накоплениям из краевого бюджета выплачивается субсидия в размере 30% от ежемесячного платежа. И если для классического ипотечного кредита требовался стабильный высокий заработок, в данном случае заемщик сам решает, какую сумму вносить. На данный момент это самый выгодный вариант. Под 6% ипотеку взять. Больше нигде нет. Вот так она в два раза дороже. И с такой зарплатой в районе 15 тысяч невозможно. Других вариантов нет. Ну а семейный доход какой? Ну я на данный момент осталась одна, поэтому могу рассчитывать только на себя. Вот в районе 15 тысяч у меня зарплата. Поэтому только так. А обычную ипотеку там зарплата должна быть в районе 30 тысяч. Заработать на новую квартиру в Анапе весьма сложно. Уровень цен сопоставим разве что с Москвой. Сергей, отец двоих детей, думая об улучшении жилищных условий, изучив предложения всех анапских банков, отдал предпочтение народной ипотеке. Узнал о этой программе из официального сайта города Анапы. Прочитал, понял, что это намного выгодней и целесообразней, чем брать обычный ипотечный кредит. Жилье – это вопрос в том числе и демографический, от которого напрямую зависит будущее Кубани. Таких условий по ипотеке на сегодняшний день нет ни в одном регионе страны. А теперь вступить в краевую программу стало еще проще. Писать заявление обоим супругам не обязательно. При себе необходимо иметь только паспорт. И стать заемщиком можно, даже если в собственности уже есть недвижимость. Так что квартирный вопрос для многих кубанцев ребром уже не стоит. Сотрудники налоговой инспекции, судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели плановую проверку владельцев автомобилей. Должникам напомнили – платить налоги надо вовремя. Имущественные, земельные, транспортные налоги и алименты должниками становятся по разным статьям. Выявить должников сложно. Судебные приставы и налоговые инспекторы не имеют права останавливать водителей автомобилей. Работают вместе с инспекторами ГИБДД и проверяют по нескольким базам. У нас есть своя база должников, кто не оплатил своевременно. Будем проверять по базе сумму задолженности. Мы просто напомним человеку, что может он не знает, что он должен платить, как это часто бывает. Но мы проводим, мы направляем в суд, потом из суда приходит судебный приказ, мы направляем в службу судебных приставов. Приставы возбуждают исполнительное производство и начинают меры взыскания. Просто приставом потом еще должник заплатит 7% исполнительного сбора. Дешевле оплатить налоги вовремя, до 1 ноября каждого года, чтобы не краснеть при проверках за себя или за родственников. Рейд не первый и не последний. Они проводятся ежемесячно. В результате рейдов должники выявляются в принудительном порядке за должности оплачиваются. Как ни странно, чаще всего налогоплательщики забывают о налогах на транспорт и чаще среди этой категории владельцы больших иномарок. Налог за солидные автомобили тоже солидный – до 50 тысяч рублей. Но, как не забывай, оплатить все равно придется. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. Заместители мэра Анапы отчитались о выполненной работе за 2013 год. Вице-мэр Анапы Светлана Яровая, Яна Дуплякина и Олег Костенко. Вице-мэр Светлана Яровая доложила об основных финансово-экономических и правовых достижениях Анапы за прошедший год. По искам, предъявленным администрацией, путем судебных разбирательств, правовому управлению, удалось сэкономить порядка 20 миллионов бюджетных рублей. Улучшили свои жилищные условия 68 семей. На эти цели из бюджета было потрачено 62,5 миллиона рублей. 29 классов получили дети-сироты. В рамках программы жилища 15 семей получили социальные выплаты на оплату первоначального взноса, для ипотечного жилищного кредитования. Обеспечение жилью молодых семей улучшили две молодые семьи. Мы получили социальные выплаты и социальное развитие села семь семей. Десятки исков по самостроям сейчас находятся в суде. Десятки были выиграны. Ровно неделя дана владельцам гостиниц для перерегистрации целевого назначения земли. Практика ухода от налогов, когда земля, выделенная под ИЖС, используется под гостиницы, будет прекращена. Я дарю вам на неделю, чтобы в архитектуре был бал заявлений об изменении целевого назначения земельного участка и, соответственно, проекты на строящейся гостиницы, как на гостинице. В один случай пакеты у нас готовы. Мы просто заварим суды, исками осносим и будем обжаловать их до последней дистанции. Я говорил об элементах предательства. Сегодня опять где? Назовет. Нет его? Знаешь, что я говорю? Меня заставили выдать технические условия в имени месяца. Хотя бою, исполняю обязанности в феврале, бою обязанности. Написал письмо, и Геннадий Артемович прошел решить положительно. Это письмо есть. Витя, выдать тех условий. Как положительно? Если там 54 кубометра еще добавить и воды, и канализацию. Если там перерывает лето. По нескольким земельным участкам, находящимся на территории детского парка и ушедшим в частную собственность, удалось выиграть судебные разбирательства. И борьба продолжается. Об экономических показателях рассказала Яна Дуплякина. Консолидированный бюджет края по территории муниципального образования поступило 4 млрд 486 млн 942 тыс. рублей. Перероска стоила 554 млн 634 тыс. рублей, что на 14% больше, чем в 2012 году. Для сравнения по краю мы заняли седьмой лист по динамике поступления в бюджет Чаркова. Бюджет муниципального образования поступил 1 млрд 900 млн 685 тыс. рублей, что больше, чем в 2012 году, на 279 млн рублей. И мы занимаем по этому показателю четвертое место в крае. Олег Костенко доложил о работе органов территориального общественного самоуправления. Анапские общественники стали лучшими в крае, поэтому для стимулирования их работы решено увеличить призовой фонд. При подведении ежегодного конкурса название лучшего органа территориального общественного самоуправления в 2014 году, значит, премиальный фонд муниципального этапа конкурса будет увеличен до 600 тысяч рублей, то есть 95 до 600. Мы создаем структуру контролирующую, с форменной одеждой, с транспортным обеспечением, которое будет следить за санитарным состоянием. И кроме санитарного состояния там еще несколько функций, в том числе и самоскроили, и все-все-все-все, там будет 7 отделов, пока 7, да? 7 групп. 7 групп, так скажем. Это будет мощное управление, подчеркиваю, с форменной одеждой, и с транспортным обеспечением. У людей будет довольно широкий полномочий в этом спе. И уже не будет, там, от случая к случаю, прибежали в Анапскую, ай-яй-яй, тут две недели мусор не вывозят. Я уверен, что с созданием этого подразделения поменяется все в поле. О спортивных достижениях доложил Сергей Козлов. Анапские спортсмены успешно выступали на краевых всероссийских и международных соревнованиях. В спортшколах открываются дополнительные спортивные секции в связи с возросшим интересом к спорту среди анапчан. И для футбольных болельщиков есть хорошая новость. На сегодня я готов сказать всем, кто хочет знать истину. Мы закончили формирование футбольного клуба второго, который будет играть в премьер-лиге Краснодарского края вместе с фотосом. Ни одной территории в крае нет, которые два клуба бы держали в одной линии. Высшей линии Краснодарского края. И будет у нас футбольный клуб, вернее, есть. Закончено формирование. Есть директор команды, есть тренерский состав, есть даже врач. И на сегодняшний день, на сиюнии, идет формирование клуба. Практика подобных отчетов сохранится и в нынешнем году. Вадим Родин, Анапа-регион. Выбор профессии, выбор судьбы. В Центре культуры Родина для школьников старших классов прошла ярмарка учебных мест. Подробнее о том, какие специальности сегодня в моде и какие востребованы на рынке труда, расскажет Лариса Басова. Ярмарку учебных мест Анапский центр занятости проводит дважды в год. Практика показала, что это нужно делать в начале и в середине учебного года, что дает возможность ребятам сделать правильный выбор. На ярмарке представлены высшие, среднеспециальные учебные заведения Анапы, Темрюка и Новороссийска. Присутствуют у нас на ярмарке 14 учебных заведений. Востребованы на рынке труда профессии. Это в основном, конечно же, рабочие специальности, которые близки к нашему санаторно-курортному комплексу. Это и повара, и ухрабочие, и горничные администраторы, медицинские работники. Также строительные профессии очень востребованы. Но востребованы и инженерно-технические работники. Ярмарку учебных мест посетят в течение дня 500 старшеклассников города-курорта. Со всех школ и гимназий. Кто-то впервые, а кто-то пришел, уже зная, куда пойдет учиться. Я выбрал себе специальность техносферная безопасность, поскольку это безопасность окружающей среды. И это очень редкая профессия. Сейчас очень нуждается Россия в специалистах. Они работают в сферах МЧС. Здесь я узнал много профессий, которые мне были до этого незнакомы. Продолжить свою январь карьеру хочу. Пока еще правду не решил. Возможно, я думал, что останусь дальше в лице учиться или перейду в другой колледж. Не испытывают трудности в наборе студентов практически все учебные заведения НАПы. В нашем городе-курорте востребованы специальности, которые предлагают Университет туризма и курортного дела, Индустриальный техникум и Медицинский колледж, Аграрные и Социальные университеты. Наши выпускники работают в органах социальной защиты, в центрах занятости, в управлениях, в администрациях Краснодарского края и в городе АНАК в том числе. Самые востребованные на сегодня. И самые популярные у нас у ребят. Это у нас направление подготовки юриспретенция, информатика и вычислительная техника. И сейчас новая специальность такая, как техносферная безопасность. На ярмарке работает передвижной центр тестирования. Таким образом, центр занятости помогает ребятам не только сориентироваться на рынке учебных вакансий с учетом последующего трудоустройства, но и определить свои способности. По итогам тестирования специалисты-психологи предложат, каким делом стоит заниматься, какая профессия придется по душе и характеру. Лариса Басова, Игорь Пуршаков, АНАПРегион. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 14 февраля, в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов, ночью до 8 градусов тепла. Ветер юго-восточный, порывистый, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 7 градусов. Смотрите сегодня, сразу после выпуска программы новости, спецвыпуск программы «АНАПА. Самое яркое солнце России-2014». О самых интересных моментах и участниках 21-й международной выставки расскажем подробнее. А далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова